Не только верности и преданности собак существуют легенды, но и про других животных тоже есть такие истории. Умнейшие животные в состоянии стать светлой частичкой души человека. И как и с собаками, можно быть уверенным, что это всегда взаимно. К сожалению, беды случаются. Особенно жаль, что они случаются неожиданно. У самого обычного бразильца Вагнера Фигуэрда де Лима был такой друг конь по кличке Сирена. Бразилец купил его еще совсем маленьким же ребенком, который едва держался на ногах. Пришлось приложить немало усилий, чтобы этот малыш превратился в прекрасного скакуна. Конь и человек так много времени проводили вместе, что буквально понимали друг друга с полуслова. Сирена был рядом с человеком даже в самые сложные моменты. Очевидцы рассказывали, что когда Вагнеру было плохо или у него было плохое настроение, Сирена клал голову ему на плечо и смешно сопел в ухо, давал гладить свою умную голову. Просился у де Лима, чтобы он запустил пальцы в шелковистую гриву. В общем, всячески подлизывался к человеку, пока у него не поднималось настроение. Конечно же, доказательством хорошего настроения служил тот момент, когда де Лима начинал прикармливать Сирена сахаром и яблоками. Сам Вагнер говорил, что когда он смотрит в глубокие, всепонимающие глаза великолепного жеребца, все тяготы мира отступают, кажутся мелкими и малозначащими в сравнении с чистой дружбой. Сирена и Вагнер немало путешествовали вместе, встретили множество рассветов. Бразилец разговаривал с конем, как с обычным человеком. Но, как уже говорилось, несчастья случаются. Вагнер Фигуэрда де Лима попал в автокатастрофу. Парень погиб совсем молодым, а коня сиротел. Ванда де Лима, брат Вагнера, сказал, что еще в день страшной катастрофы Сирена вел себя странно. Он волновался, все время ржал и пытался куда-то убежать. Ванда посчитал, что Сирена тоже должен попрощаться со своим другом и привел его на похороны. Никто не мог сдержать слезы, глядя на то, как конь подошел к погибшему и терся о него, жалобно издавая звуки, похожие на плач, пытаясь разбудить хозяина. Из глаз Сирена текли большие жгучие слезы. Сирена прошел за хозяином всю дорогу до кладбища. На кладбище он стоял рядом с могилой, склонив голову и продолжал издавать звуки, похожие на плач. Ван де Лима забрал коня Сирена себе. Он надеется, что сможет, если не заменить ему прошлого хозяина, то хотя бы стать неплохим другом. Можно лишь надеяться, что Сирена сможет перенести потерю и не погибнет, просто отказавшись от еды. Это очень яркий пример того, как животное может стать близким другом. Жаль, что иногда приходится жестко разрывать те нити, которые связывают нас с нашими вторыми половинками. Если вам понравилась эта трогательная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь ей со своими друзьями. Всем пока!